Уважаемые подписчики, друзья, случайный зритель, я приветствую вас на канале Роман Парфенюк, все о монетах. Друзья, антикварные книги, за которые коллекционеры платят миллионы, это не обязательно старинные дореволюционные фарианты в кожаных тисненых обложках. Неплохие деньги можно заработать и на редких и ценных советских книгах. Не спешите выбрасывать содержимое книжного шкафа, который достался вам в наследство от бабушки. Сначала проверьте, нет ли там дорогих книг СССР из этого обзора. Уважаемый зритель, представляю к вашему вниманию 7 самых дорогих книг СССР, прошедших в аукционных домах Литфонд и Кабинет. Итак, друзья, приятного просмотра! Владимир Маяковский. История Власа, Лентяя и Лоботряса. Издательство «Молодая гвардия» за 1927 год. Книга вышла тиражом 7000 экземпляров, но считается самым редким изданием Владимира Маяковского. Ее переиздавали один раз в 1976 году. Цена 1 миллион 50 тысяч рублей. Борис Житков. Виктор Вавич. Издательство «Советский писатель» за 1941 год. Роман о революции 1905 года Житков считал главным произведением жизни. В 1941 году готовилась к печати полная версия в трех частях, но после рецензии сохранилось всего несколько экземпляров. Цена 1 миллион 100 тысяч рублей. Стихи Тихона Чурилина. Советский писатель 1940 год. Сборник своих стихов «Футурист Тихон Чурилин» пытался издать трижды. В 1940-м книгу уже напечатали, но после разгромной критики тираж уничтожили. Сколько экземпляров сохранилось – неизвестно. Цена 1 миллион 100 тысяч рублей. Азбука Владимира Лебедева. Госиздат 1925 года. Одна из первых иллюстрированных азбук после революционного периода. В отличие от других детских учебников того времени, книга подчеркнута аполитично, из-за чего ее в советское время и не переиздавали. Цена 1 миллион 200 тысяч рублей. Александр Родченко и Варвара Степанова. Москва реконструируется. Изостат 1938 года. Альбом диаграмм и фотографий – шедевр полиграфии 30-х годов. Издание посвящено сталинскому плану реконструкции столицы. Считается библиографической редкостью. Стоимость этой книги – 1 миллион 400 рублей. Федор Достоевский. Бесы. Издательство Академии 1935 года. В советское время этот роман можно было найти только в полном собрании сочинений Достоевского. Отдельно попытались издать в 1935 году, но роман раскритиковали и печать остановили. Сохранилось несколько экземпляров. Цена данного экземпляра – 3 миллиона 400 тысяч рублей. Борис Пастернак. Избранное. Издательство «Советский писатель» 1948 года. В 1947 году началась травля поэта. А тираж, готовившийся к выходу избранного, уничтожили. Сохранились единичные экземпляры. Стоимость этого экземпляра – 5 миллионов рублей. Дорогие друзья, если вам понравился этот обзор, я прошу поддержать мой проект лайком, подпиской. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок и обновлений. На этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк. Всего доброго, друзья. С вами был Роман Парфенюк.